Всем привет из Сочи, сегодня 24 августа 2021 год, вторник. Разберем сейчас коротенько три матча, которые состоятся завтра в Лиге Чемпионов. Я, как всегда, вышел после тренировки, съел пять яиц, запил протеинным коктейлем на кефире, посидел, отдохнул, подышал свежим воздухом, позагорал. Не то, чтобы я хвастаюсь, или просто... Вот такой образ жизни, к которому я стремился всю жизнь. Уже я живу 10 лет, я не работаю, да, и, грубо говоря, наслаждаюсь жизнью. И к чему всех людей призываю. То есть не надо работать на кого-то, работайте на себя, занимайтесь недвижимостью. Просто занимайтесь здоровлением, на самом деле, здоровым образом жизни. Потому что, если есть деньги и нет здоровья, то деньги нафиг не нужны. Вот и все. Ребят, занимайтесь своим здоровьем. Поэтому я интересуюсь спортом. Итак, завтра состоятся три матча. Шахтер Монако, Бронбюр Зальцбург и Динамо Загреб принимают и Шериф в ответных матчах. Здесь я еще вчера составил такой экспресс на эти три события. И скажу следующее. Значит, Шахтер просто пройдет дальше. Уж не знаю, как они там сыграют. Можно, конечно, взять, что Шахтер не проиграет в основное время. Но дело в том, что если Шахтер все-таки проиграет в основное время, скажем, там 1-0 или 2-1. А в первой игре он выиграл 1-0 во Франции. То тогда будет дополнительное время. И тогда ваша ставка не зайдет. Но если он, даже проиграв дополнительное время, пройдет дальше, тогда зайдет ваша ставка проход Шахтера. А на это дает рубль 60. То есть 1,6. Очень хороший коэффициент, который, я считаю, можно заигрывать. Теперь, да, покажу пляжи. Вот за моей спиной куча людей, которые иногда смотрят, что я там снимаю. Многие думают, что я снимаю их. Но это зря, потому что я никого не снимаю. Зачем они? Потому что просто люди думают, что экран подвернут в другую сторону. Нет, это не так. Значит, по Шахтеру Монако. Монако ни шатка ни валка стартовал в Чемпионате Франции. Мы несколько раз брали ставки против него. Там против Ланса. Когда с Ланцем играли, например, Ланс вообще выиграл 1-0. Саша Головин пока неудачно. Ну, приносит, наверное, несчастье. Хотя был признан лучшим игроком в одном из матчей Чемпионата Франции. Получил, по-моему, удаление в последнем матче. Значит, Шахтер, как правило, очень мало фалит. Но в ответной игре против Генка, когда они в Бельгию фалили очень мало, значит, у себя на Украине они фалили много. И это я объяснял им, что они включили высокий прессинг. И хотели обеспечить вот этот нужный результат для них. Добытый в первой встрече. Здесь может быть то же самое. Но дело в том, что Монако довольно-таки все-таки грубая команда, потому что Чемпионат Франции это очень контактный такой с обилием желтых фалов, удалений в каждом матче. Поэтому здесь я надеюсь, что все-таки по фалам Монако победит. Уж не знаю, сколько там голов будет в этом матче. Не берусь судить. Я думаю, что Шахтер опять забьет свой гол. Забьет ли Монако? Вряд ли. Потому что я не буду такую ставку брать. Я думаю, что Монако меньше одного. Вот такие вот мои прогнозы. Матч будет проходить в Харькове. В Донецке они не играют. Они играют либо в Львове, либо в Харькове. Донецк принимает. Иногда, по-моему, в Киве они играют. Вот. И, значит, по Шахтеру, пожалуй, все. Бронбу Зальцбург. Здесь очень интересно австрийско-датская противостояние. В первом матче Зальцбург обыграл Датчан 2-1 на своем поле. Букмекер видит проход Зальцбурга. Я думаю, там очень маленький кефцент на Зальцбургу. Дело в том, что... Ну, Зальцбург, наверное, все-таки посильнее. Я думаю, просто обе команды забьют. В силу того, что специфика этих команд и чемпионатов такая, что они играют в открытый футбол с обилием голов в обе стороны. И третий матч, который мы разберем, это Динамо-Загреб. Шериф на проход... Шериф отдает 1-20. Я думаю, что Шериф просто пройдет дальше. Все-таки Шериф там в составе один молдаванин всего лишь. Там это какой-то богатый клуб какого-то частного человека. Шериф уже давно, кстати, существует. Он сначала с конца 90-х годов. Он представляет не Молдавию, он представляет Приднестровье. Терраспой. То есть это практически протекторат России. Это такой анклав, такой кусок России, зажатый между Украиной и Молдавией. Так вот, этот Шериф, это частный клуб, что-то типа Краснодара, который очень мощный, видимо, с финансовой точки зрения. А мы знаем, что когда команду управляет частный человек, такой как Галинский, например, команда играет на результат. И я думаю, что этот результат Шериф в ответной игре против Динамо-Загреб добудет. Учитывая то, что в первой игре дома в Террасполе они обыграли сенсационно 3-0. При этом Загреб даже победил по фолам. То есть это говорит о том, что Шериф, я не могу сказать, что был на голову сильнее, но Шериф контролировал весь ход игры. И для этого им не понадобилось, знаете, получать там 8 желтых карточек, с удалениями, с нарушениями, там 35 фолов получать. Нет, они сделали все интеллигентно, в рамках футбольного, значит, русла такого, футбольной науки грамотной. Поэтому я думаю, что просто Шериф ухватит умения и навыков для того, чтобы довести итог вот этого противостояния из двух встреч до выхода в следующий этап. Да, там дают немного. Таким образом, я просто объединяю выход Шерифа, там 1.25, выход Шахтера 1.60 и Бронбю и Зальцбург обе забьют. Ну и добавляйтесь ко мне в группу. Стоит всего лишь 10 рублей в день пребывание в группе. За эти деньги вы получаете при вступлении сразу там кучу ставок. В общем, каждый день очень много прогнозов, матчей будет очень много. Сегодня будут матчи, на сегодня есть тоже уверенные ставки. И просто пишите мне на WhatsApp имя город, пополняйте на 300 рублей мой баланс, либо банковскую карту, если вы из-за границы, либо киви-киви-кошелек и присоединяйтесь к нашему должному коллективу, где более 80 человек сейчас у нас играется. То есть у нас коллективный разум, у нас мозговый штурм, и у нас идет реально обучение интерактивное. Любые вопросы вы мне задаете, отвечаю я, либо другие члены группы. Все, что знаю, я делюсь знаниями бескорыстно, но главное попасть, ребята, в группу. Да, и кто еще не зарегистрировался в Млбете, переходите по ссылке, закрепленной в комментариях, регистрируйтесь в Млбете, получайте мой промокод. И по этому промокоду вы, когда переходите в Млбете и пополняете аккаунт, вы получаете на эту же сумму огромный фрибет. Этот фрибет вы можете отыграть потом также в группе, по определенной схеме, с надежными ставками и так далее, тому подобное. Да, кто не подписался на мой канал, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк, потому что только я разбираю футбол, хоккей, баскетбол. Больше нет на канале ни одного, на ютюбе нет ни одного канала, кто разбирал бы три вида спорта. Не просто там бла-бла-бла, а конкретно с цифрами, с выкладками, с аналитикой, да, с цифровой. Этим занимаюсь только я, больше никто. Ни Владимир Гомец, ни никто не делает три вида спорта. Почему? Потому что я в детстве занимался всеми тремя видами спорта. Футболом, хоккеем и баскетболом. Помимо этого я плавал полтора года, играл в настольный теннис, в легкой атлетике показывал очень хорошие результаты. Но это как бы немножко другое. Сколько мне лет, я говорить не буду. Могу сказать, что у меня пенсионный возраст. Вот и все, ребят. Значит, поэтому лучше канала вы не найдете, лучше группы вы не найдете. Группа в WhatsApp по ставкам есть только у меня. И такая цена, 300 рублей в месяц, есть только у меня. Поэтому пишите мне на WhatsApp. Очень прекрасная погода. Дует свежий, приятный ветерок, не жарко. Очень комфортно, очень классно, где-то плюс 26. Всем удачи перед Сочи. Пока.